прошли годы прошли годы и мы переносимся уже ближе к нашей современности 4 октября 1957 года что это за дата такая до 1 спутник земли абсолютно верно да я просто напомнила значит его запустили с испытательного центра который сейчас называется космодром байконур да в казахстанских степях он находится это вот ракета r7 вот собственно модернизированные версии ракеты 7 сейчас известно как ракета союз союз т.м. там и так далее да но основа это вот королевская ракета r7 здесь вот мы видим чертеж первого спутника вот таким вот образом он выглядит но чтобы более понятный размер внутри были были расположены аккумуляторной батареи и радиопередатчик который ну по сути выполнял функцию радиомаяка и работал на двух диапазонах и здесь было расположено две две антенны ну мы видим четыре луча которые оттуда выходят по сути это две дипольных антенны которые работают на двух определенных диапазонах ну и сигналы спутника можно было послушать на определенных частотах об этом мы сейчас дальше поговорим размеры спутника примерно вот такие мы видим его рядом с инженером который собирает его масса около 80 килограмм до известно что это действительно был триумф советской техники инженерии но стоит сказать следующее что запуск спутника на самом деле он прогнозировался об этом было заранее была некая договоренность в 1957 58 годах проходил так называемый международный геофизический год это достаточно интересное событие про которое можно тоже достаточно долго говорить там целую лекцию рассказывать дело то что несколькими годами ранее до этого ученые нескольких стран объединили свои силы при исследовании арктики и антарктики то есть был так называемый международный полярный год вот и опыт этого международного полярного года был настолько удачен что решили продолжить и сделать что-нибудь еще такое более масштабное и вот на 57 год был запланирован этот международный физический год и несколько стран советский союз и сша они взяли на себе обязательства то есть в этот международный год запустить искусственный спутник земли интрига собственно заключалась там кто первый это сделает но тем не менее обязательства были взяты то есть кто-то должен был это сделать в любом случае и как вы видите там даже на эмблеме спутник был нарисован да смотрите мы здесь можем обратиться к журналу радио причем это номер за как мы сказали что спутник был в октябре запущен а это номер июльский и уже в середине года обсуждалось выходили статьи наблюдения за сигналами искусственных спутников земли где радиолюбителям и другим желающим объяснялось что это вообще такое на каких частотах это будет работать какие антенны можно сделать вообще зачем нужно наблюдать за спутниками для чего это нужно а дело в том что первый спутник он как минимум преследовал две цели во первых было до конца непонятно как устроена земная атмосфера и насколько она разряженная то есть как меняется с высотой эти условий поэтому было интересно понаблюдать за орбитой спутник и как он тормозится именно в атмосфере земли то есть двигаясь по спирали как он рано или поздно сгорит это было достаточно важно для оценок моделей верхней атмосферы земли это первое второе было не очень понятно как устроены ионосфера то есть насколько будет распространяться сигнал на те высоты где будет спутник двигаться именно по этой причине там получается радиомаяк работал на двух частотах вот которые ну специально были подобраны так чтобы проверить вот идет модели распространения радиоволн в ионосфере да видите здесь показаны примера статьи методика наблюдений как можно сделать например так называемый пеленгационную приставку то взять например две антенны и сравнивать сигнал принимаемый с двух антенн можно определить местоположение спутника то есть когда он будет вас перемещаться пространстве сигнал приходящий с двух антенн будет как-то меняться это можно интерпретировать в местоположение спутника так ну и собственно когда событие произошел вот об этом естественно было написано сразу напечатанное в советских газетах но иностранные газеты тоже кстати про это опубликовали вот маленькая луна baby moon да была запущена кстати говоря радиолюбители смогли запеленговать траекторию движения спутника и на первых витках стало понятно откуда он примерно был запущен то есть тем самым как бы вот полигон космический байконур откуда было производился запуска его местоположение она была в секрете находилась то есть после запуска первого спутника она стала как бы известно вот достаточно широкому кругу людей именно по радионаблюдением за движением спутника да ну и собственно как мы сказали что проходил геофизический год и в октябре как раз на вите на 30 сентября 5 октября была запланирована международная конференция в вашингтоне и советской делегации было подписано выполнить следующее задание здесь частности говорил что делегация должна иметь с собой следующие доглады и последним там написано вопросы исследования верхней атмосферы при помощи искусственных спутников земли ну и собственно делегация когда выступала к этому моменту спутник как раз уже был запущен и вот делегация так вот успешно выступила сказал что он спутник запущен у нас есть первые результаты да если кому-то интересно архив журнала радио но есть в открытом доступе вот здесь вот есть qr-код по нему можно перейти и посмотреть то есть прикоснуться к этой эпохи вот может кто-то интересуется таким вот скажем так условно говоря археологическими раскопками до оставить пожалуйста да в двенадцатом декабрьском номере 57 года там были уже опубликованы первые данные по наблюдению за движением первого спутника кстати сам спутник он не так долго просуществовал действительно инженеры очень торопились у них были грандиозные планы по расположению большого количества оборудования но так как сроки поджимали в общем первый спутник он собственно представлялась только радиомаяк на последующих спутниках уже были расположены более интересные приборы там в частности стали магнитометры для измерения магнитного поля земли счетчики для определения уровня радиации так далее значит журнал техника молодежи если вам интересно можно обратиться к его архиву он тоже доступен в открытом доступе сейчас мы посмотрим о чем он писал 57 году до серьезно и так в одном из номеров например на развороте есть вот такая вот графика где описывается армии то движение спутника кстати как вы думаете почему спутник вот если его про если его арбиту движения проецировать на землю он вот такие вот тут многократные синусоиды описывает как подумать чем связано связано с тем что спутник получается движется вокруг земли но сама земля в это время вращается получается да земля делает полный оборот до земля делает полный оборот за сутки то и за сутки она поворачивается на 360 градусов значит за час она поворачивается примерно на 15 градусов вот спутник двигаясь по низкой орбите делает полный оборот примерно за полтора часа за эти полтора часа в земля получается поворачивается 15 градусов умножаем на полтора до 22 с половиной то есть это означает что у нас с шагом в 22 градуса по по долготе получается у нас смещается вот этого траектория спутника, проецируемая на карту Земли. И мы получаем, в частности, вот такие траектории, которые там видны. Об этом здесь, кстати, в частности, тоже написано. Да, некоторые наблюдатели с гордостью говорили, что нам удалось увидеть спутник Земли невооружённым глазом. На самом деле это не так. Спутник невозможно было увидеть невооружённым глазом. Да, действительно такой металлический шар. Если с помощью телескопа можно было бы это действительно сделать, то невооружённым глазом сам спутник увидеть было невозможно. На самом деле наблюдатели видели не спутник, третью ступень ракеты, которая после отделения двигалась примерно со спутником по близкой траектории. И удавалось видеть блики, которые именно третья ступень давала при определенных условиях. То есть такой как бы зайчик вот этого белого корпуса ракеты. Причем самое интересное, здесь получается есть такая интересная особенность, что третья ступень, она потом со временем обогнала спутник по этой орбите. То есть с выключенным двигателем. Но это так называемый аэродинамический парадокс. Связано это с тем, что имея больший размер, она тормозилась атмосферой сильнее и получается она падала, переходя с более высокой высоты на более низкую. И при этом происходил разгон в гравитационном поле. То есть такое вроде бы торможение в атмосфере, но при этом происходит разгон. Такая интересная вещь, она называется аэродинамическим парадоксом. Да, в итоге получается вот эта вот третья ступень спутника обогнала.